Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем в прямом эфире предпринимателя Анат Баврис у нас в студии. Добрый вечер. Я знаю, что буквально вчера вернулись из Киева. Сегодня. Сегодня, да. И интересно, что там так вот получилось. Я думаю, это не связано было напрямую с вашим визитом. Например, министр Украины ушел в отставку. И это случилось буквально через 48 часов после событий в России. Поэтому, соблюдая хронологию, конечно, и ситуацию в Латвии тоже, я надеюсь, успеем обсудить. Но все-таки по горячим следам для многих и в самой России, за ее пределами особенно, была неожиданная вот эта отставка премьера-министра Медведева и всего Кабмина России. Вот как вы все это оцениваете? Что это за кульбит? Ну, давайте постараюсь чисто аналитически разложить. Потому что для того, чтобы ответить, какие мотивы и чем руководствовались, надо стоять рядом с господином ВВП и понять, что у него творилось в голове, когда он принимал решение. Это, конечно, неплохо стоять рядом, но поскольку мы такого возможности не имеем, мы можем... Значит, смотрите, в России есть экономический спад, да, то есть все-таки санкции сказались, да, то есть та же самая пенсионная реформа аукнулась, да, и есть недовольство общественностью, да. Соответственно, я считаю, что президент поступил очень мудро, в том плане, что он снял напряжение, то есть для массы он показал, что правительство плохо работало, но не оправдало доверие, да, то есть президента. То есть они расхлябаны, они не смогли поднять экономическое благосостояние жителей, да, то есть экономика хромает, коррупция проявляется. То есть он после Нового года, когда все праздники закончились, убрал всю правительство. То есть это не косметический ремонт, это такой капитальный ремонт. Второе, если мы смотрим, что происходит глобально в мире. В мире происходит напряженность, то есть мы видим, что происходит в Иране, мы видели, что произошло в Ираке, то есть мы понимаем, что Америка готовится к глобальному финансовому кризису и возможному дефолту, да, соответственно, им, и мы понимаем, что может быть ситуация, когда надо будет принимать быстрые решения, и расхлябанное правительство в данной ситуации может быть очень опасно для России. Соответственно, убираются все министры, ставятся новые министры, я думаю, что убираются те, кто могут привести к каким-то расколам или еще чему-то, да. То есть в принципе, в моем понимании, это жесткая централизация власти, набор новой команды, да, то есть новая команда должна оправдать доверие, она будет более подвижна, в отличие от тех, которые махровы уже отсиживаются и прочее. Ну, то есть как бы я считаю, что все вполне логично. Что касается каких-то последствий, это укрепление вертикали власти? Однозначно, однозначно, однозначно. Ну, может быть, для такой страны огромной, как Россия, это нормальный процесс? Абик, очень нормальный. И другой пример, да, допустим, есть еще более крупная страна под названием Китайская Народная Республика, да, где политбюро и компартия, да, то есть Фи Цзиньпиня выбрала пожизненно председателем. И связано это с тем, чтобы не было ни малейшей возможности привести к каким-то расколам и смутам. То есть надо понимать, что… И таки нет смуты и раскола, да. Да, чтобы ее даже в малейших мыслях не было, да. Поэтому поступок Путина, да, то есть в России, да, меркнет по сравнению с тем, что сделали китайцы. Да, поэтому здесь надо понимать, что… И они по поводу демократии не напрягаются? Там каких-то упреков, недемократичности? Ну, а если мы говорим про демократию, то будем откровенны. Западная модель демократии, она работает только при условии, что за спиной демократов и политиков стоят олигархи, да, которые деньгами, да, то есть… И инструментами, которые у них есть, то есть работают по принципу. Палка – пряник. Хороший политик – на тебе пряник. Плохой политик – на тебе палка, да, то есть… Поэтому во всем мире, в глобальном мире все равно рулят олигархи. Да, вот такой вопрос, который я хотел задать, так вот, чтобы завершить все-таки вот эту, может быть, такую вертикаль власти или перекинуть мостик. Мы знаем, что вот президент Латвии Эгел Левиц заговорил о создании Госсовета. Вы, наверное, слышали вот такие дискуссии, что надо создавать Госсовет, там авторитетных персон приглашать. Это что? Это все-таки как раз попытка, не знаю, повысить, найти вот эту новую модель управления, о которой вы все время говорите, личная ответственность. Или это просто будет какой-то такой мозговой центр, где будет что-то обсуждать? Вот как вам кажется? Мне, напомню, по-моему, Деголь сказал, да, если Господь Бог хотел бы создать мир, да, и он бы создал для этого комиссию, он бы никогда бы не создал мир, да, свет. Поэтому… То есть это рабочие группы и комиссия – это бесконечно, да? Да, и давайте я напомню, да, что, во-первых, президент, он у нас ставленник Коалиционного Совета, ему абсолютно ничего не мешает выходить со своей инициативой, да, то есть работать. И, скорее всего, что это чисто такой, ну, популистический шаг, типа мы что-то делаем. То есть, ты понимаешь, здесь надо понимать, что есть манипуляция общественным мнением, да, то есть и пиаровские ходы. То есть массы начинают напрягаться, у нас ситуация плохая, мы создадим такой совет, да, то есть и народ якобы успокаивается. Но решения не будет, не будет. Потому что мы понимаем всю проблематику, если бы меня, допустим, задали вопрос, что надо делать в стране, ну, буквально, как из пулемёта бы выстрелил весь перечень мероприятий и решений, которые надо делать. Где они? Тот же самый Левец говорит, ой, у нас проблемы, вот эти, эти, так как у тебя законодательная власть, прими законопроект, да, то есть прими, да, о личной ответственности по обману населения, по государственным важным вопросам, то есть повысишь доверие, да, то есть если политик-чиновник будет врать, сразу пять лет вруби, да, то есть как бы всё. Если предвыборное обещание обещал, что будем делать так, да, то есть как бы и не выполнил, то есть проголосовал наоборот, тоже пять лет, потому что, скажем так, попадают туда быдло, негодяи, мошенники, аферисты, да, то есть нарушается нормальный процесс, да, то есть и личная ответственность. Я скажу так, чем жёстче ответственность, тем меньше ошибок. Как-то не странно, да? Да, 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 где проблема? Прими, прими и потребуй, да, то есть и не надо никакой совет создавать, сразу всё станет на свои места. Ну, видимо, всё-таки президент, хотя он и имел опыт большой работы судьи, я имею в виду судей Европейского Союза, всё-таки у меня такое ощущение, что он, ну, не в смысле, что мягкий человек, но пока, мне кажется, что он ещё не сориентировался вот в этой властной вертикали, и он просто идёт на поводу у коалиции. Может быть, пока, а может быть, так будет и всё время. Абек, я помню, когда он был в 90-е годы, я помню, да, и я тут как психолог всё-таки скажу так, это не тот человек, который что-то будет менять, то есть он классический, типичный технократ, который идёт на поводу системы. И поэтому система его выбрала. Он не реформист. Он не реформист. Он никогда не был реформистом, да, то есть как надо, так и сделаем. Поэтому это не тот типаж людей, который может что-то изменить кардинально, кардинально. Ну, раз уж мы иначе потом и об Украине тоже поговорим, откуда вы сегодня буквально прибыли. Вот раз уж мы начали говорить о Латвии, мы знаем, что правительство обещало в этом году, буквально к апрелю, не позднее апреля, представить свой план вот этих налоговых изменений. Видимо, очередная налоговая реформа грядёт в 2021 году. А вообще, что вы ждёте, и вы как предприниматель вообще нуждаетесь в какой-то вот опять корректировке налоговой системы, потому что есть два мнения, что надо менять всё, та реформа никуда не годится, и второе мнение, лучше ничего не трогайте. Менять надо. Но опять-таки, что менять? Напомню, я уже, когда Дана Рейзницей ещё тогда объявляла, что надо налоговую реформу, надо прочее, надо убирать налоговое бремя, снижать. И налоги собирать не на процентуально повышенных налогах, а надо за счёт того, что экономика оживает, за счёт оборота. У нас чиновники линеарно, просто по линейке смотрят, о, давай добавим, 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 таблицу Excel, вставляем вот это и получим. Враньё и глупость. Я давно пытался убедить, и публично эта дискуссия была очень жёсткая, что надо понимать, необлагаемый минимум должен быть 500 евро, как в Эстонии, очень нормально. То есть, сразу оживится мелкий бизнес, не надо столько чиновников для контроля, не надо того. Налоговая политика должна быть упрощённой, понятной, небюрократичной. А что мы видим? Всё наоборот. Ввели дифференцированный, необлагаемый минимум. Народ в шоке. То есть, сделали на 180 градусов наоборот. И объясню, почему. Потому что чиновник не заинтересован, чтобы эта система была простая, понятная. Потому что тогда не надо столько чиновников, не надо такой административный аппарат. Сама Дана Рейзнец же говорила, что, извините, в Эстонии 5 раз, по-моему, меньше СГД, а собирает больше налогов, чем в Латвии. Ну, что же она сделала? Она сделала абсолютно наоборот, тому, что она сама заявляла. Поэтому налоги должны быть простые, понятные. Именно на рабочую силу их надо сокращать. Именно на рабочую силу. Надо поддерживать именно ту часть, которая экспортная. В Китае, допустим, экспортеры вообще освобождены от налогов. Как вы думаете, латвийский предприниматель может конкурировать с китайским предпринимателем, если он вообще освобождён от налогов? А мы говорим о улучшении конкурентоспособности предпринимателей. Это даже не обсуждается. Ну, то есть, чтобы было понятно, уровень дебилизма. То есть, я готов профессионально, чётко разложить, что надо делать. И это знают все. А ко мне никто не подходит. Соответственно, делаю вывод этого в нашей стране не на до. Да, ну вот вы как предприниматель, чё производство, я думаю, все знают, да, вот, рыбные консервы, чё производство, тоже связано во многом, наверное, её успех с экспортом. Вы вообще чувствуете поддержку государству? Там, не знаю, экспортные гарантии, ЛИА-помощь. Ну, вот реальные механизмы. Нет. Или надо идти и всюду стучаться в дверь и просить пробиваться. Честно, Абик, скажу так. Со стороны экспортных гарантий, то, что возможно, да. Да. То, что по СГД, да, то есть, на том, что мне отсрочки давали, вот когда были проблемы. Это всё происходило, да. Абик, есть два уровня. Есть такое среднее звено, а есть высшее звено. Чиновничество. Высшее чиновничество. Я скажу так. Я постоянно сталкиваюсь с тотальной тупизной высшего чиновничества. С тотальной тупизной. То есть, да, я могу сказать, есть адекватные люди в госаппаратах. Есть. Да. Но есть категория. Ну, вот. И, к сожалению, те, которые уже принимают на политическом уровне, они абсолютно не слышат и не хотят слышать. Вот, допустим, дискуссия. Надо вести рабочую силу, как бы запустить работников. Извини, не надо заводить временщиков. Не надо. Да. Это глупость. Почему? Он приехал, уехал. И макроэкономический эффект только для отдельного предпринимателя, который заткнул в короткую дистанцию дырку. Ну, может быть, ещё для магазинов ему надо питаться, что-то он там купил, какие-то деньги оставил. Но это, в принципе, всё. Всё равно он эти деньги вывозит. Да. Да, в результате тупой политики у нас как минимум 400 тысяч работоспособного населения покинуло Латвию. 400 тысяч. Это, в принципе, катастрофа для такой маленькой страны. Да. Делаем, как делают многие страны. Многие западные страны. Предпринимателю нужен работник. Я говорю, мне, допустим, нужно столько-то, столько-то человек. Я сам нахожу и говорю, вот, я подписал договор, что они 5 лет будут у меня работать. 5 лет? 5 лет. Ну, допустим. Есть страны, где есть 7 лет. Вот 50 человек ко мне готовы приехать. Да, допустим. Вот 50 человек ко мне на завод готовы. Они 5 лет у меня отрабатывают, а потом они получают автоматический вид на жительство, возможность стать гражданом. И это для них такая вот замануха, если так можно сказать. Это нормальная замануха. Такая морковка. И они знают, что они должны хорошо работать, иначе вы их просто не оставите. И как ты думаешь, человек, который не просто беженец, который сидит на пособии, а человек, который 5 лет пашет, он уже привыкает работать. Мы видим, что это рабочее. Он уже, если так можно сказать, адаптируется, интегрируется. Да. И мы понимаем, что это будущее. И не надо этого бояться. Потому что мы смотрим историю Латвии. Историю Латвии. У нас были периоды, когда была война. Швеция, Польша и на территории Латвии. Курляндии и Земгала. То есть, это вообще было. Трое суток едешь, и ни одного живого человека. А что было творилось после Первой мировой войны, когда это вообще была пустыня? Ну, я скажу так. В тот период было пострашнее. Если, допустим, трое суток ты едешь, и ты никого не встречаешь, чтобы было понятно, какие были масштабы. И тем не менее, мы говорим о том, что народ восстанавливается, и не надо бояться иммиграции. Но какой иммиграции? Нам нужны люди, и те же самые пенсионеры, которые кричат, дайте нам пенсию. Извини, а кто тебе будет? Те уроды, которых надо было бы привлечь к уголовной ответственности за все это, они сделали все, чтобы была добровольная депортация народа. И спрашивают, кто тебе будет пенсии зарабатывать? Именно так. А с чего? Если мы смотрим, у нас в Латвии 900 тысяч, примерно 900 тысяч, это те, которые рабочая сила, а 400 тысяч выехало. Так, может быть, сделаем грамотную политику, завезем нормальную... И около 400 тысяч пенсионеров. Кто будет тогда платить им пенсии через лет 10? Да. А может быть, тогда делаем, в конце концов, примем решение, запустим рабочую силу, которая скажет, да, мы готовы здесь интегрироваться. Причем, это не значит, что мы 400 тысяч должны запустить одной национальности. Мы должны посмотреть, чтобы они не образовывали... Гетто, я извиняюсь. Гетто, да, именно. Мы смотрим, чтобы они по национальности, они были такие приспособлены, что по менталитету они интегрируются. То есть, это умная трудовая иммиграция, умная. Да, причем это не должно быть, скажем так, там, они не все должны быть инженеры, да, то есть, опять-таки... Диверсификация, конечно. Да, правильно, грамотная диверсификация. Вопрос. Такой вопрос вообще на повестке дня правительства стоял. А они даже об этом не хотят думать, потому что что мы слышим сейчас, извиняюсь, что мы слышим сейчас от политики, когда им те же предприниматели говорят, слушайте, ну реально, просто нет людей. Вместо решения проблемы начинаются демагоги из Сирии. Ну, надо, чтобы наши вернулись. Ну, так надо, пожалуйста, а как это обеспечить? Абик, расскажу. Вот рядом есть Эстония. Когда эстонцы приняли необлагаемый минимум 500, да, очень много эстонцев вернулось обратно. Потому что, если мы смотрим, почему народ уезжает из Латвии. Мы сделали дифференцированный необлагаемый минимум. Огромная налоговая нагрузка именно на тех людей, которые мало зарабатывают, да, мало зарабатывают. И в результате мы создали предпосылку, что те, которые не могут свести концы с концами, мало обеспечены, они убегают. Потому что человек просто говорит, я люблю Родину, но я не могу свести концы с концами. Просто элементарно выжить. Да, элементарно. Я еду в Германию, там необлагаемый минимум такой. Я нормально, обычная работа, я могу склеить то, 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 и мне хватает. Еще квартиру снимать, да. Да. То есть, и, соответственно, получается так. Глупая, тупая, безответственная политика налоговая привела к тому, что люди уехали. И сейчас то, что они обсуждают, давайте, может быть, еще повысим минимальную зарплату, так я могу сказать, если меня заставят еще повысить минимальную зарплату, я уволю конкретный контингент людей. Потому что я не буду доплачивать, если человек не может. А вот необлагаемый минимум они не собираются уменьшать. А в Эстонии, кстати, да, вот именно вот это вот необлагаемый минимум 500 евро, да, это соседи, да, реэмиграция началась. Эстонцы начали возвращаться, потому что они понимают, что они могут свести концы с концами. Вот только они не с помощью вот этой демагогии, а конкретные вот такие инструменты. За демагогию надо наказывать. Сказал, сделал, не сделал, наступили последствия, да, я скажу так, трибуналы, трибуналы. Вот как только у нас 30% тех уродов, которые приняли тупые, да, и вместо музея оккупации надо открыть музей предателей, да, которые привели страну в такое состояние. Ну вот, да, я думаю, что сразу после первого мы об этом тоже немножко поговорим. Но вот тоже интересно, когда мы сейчас видим, это очень наглядно, да, что целый ряд партий, которые сейчас статью власти, да, не будем перечислять все, что они там нафантазировали, ну чего только нам не обещали. Три по 500, и сокращение министерств в два раза, и создание вместе министерств каких-то секретариатов, и чиновников на 30%, и зарплаты медикам и учителям буквально с 1 января 2019 года, вот уже 20 на дворе. И потом говорят спокойно, ну знаете, ну не получилось, и вообще, ну у нас же не 51, у нас же коллекционный, в общем, все то, что мы слышали уже давно на протяжении 20 лет. А как с этим делать? Что избирателя вообще сейчас думать? Абик, ну еще раз напомню, я остаюсь при том же мнении, что сама модель у нас, Сейма, да, она ошибочна. И почему? История это уже доказала. Латвийский Сейм построен по модели Веймарской республики. Чем закончилась Веймарская республика, да, то есть приходом Адольфика? Чем закончилась наша предвоенная республика? Приходом Ульманиса. Почему? Потому что с точки зрения организационной психологии и вообще организации как таковой, у нас вся власть принадлежит 100 депутатам. Всем и никому конкретно. И ответственности нет, коллективная какая-то. И когда у нас говорят, ой, демократическая страна, значит закон демократии должно быть четкое разделение власти. Законодательной, исполнительной и судебной. У нас все три в руках, всех 100, и мы этот балаган видим. И причем с каждым годом этот балаган усиливается. Самое интересное, что те же партии, которые сказали, ну с чем, с чем, а с коллекционным советом мы покончим в первую очередь. Ну его, конечно, переименовали, да, теперь это как-то совет по сотрудничеству, но в принципе ничего же не изменилось по существу. Абеке он засекречен. Засекречен. Скажи мне, кто теперь может, кто, ты даже будучи журналистом, ты можешь назвать, кто в коллекционном совете? А они каждый раз меняют состав. А специально? Да. Чтобы ты, что-то коллективно там решает. А мы говорим прозрачность, демократия. Арнольд Бабрис, у нас в студии, не переключайтесь, буквально пару минут реклама. Микс Ньюс. Добрый вечер еще раз, Арнольд Бабрис у нас в студии, да, вот есть такое ощущение, ну это даже не ощущение, мне кажется, это уже такой факт, что вот те, кто сейчас находится у власти, они совершенно вообще не представляют, откуда деньги берутся, да, видимо из тумбочки, потому что, ну я к чему веду? Мы видим, что происходит с транзитом и логистикой, с портами, мы видим, что нету больше банковского и нерезидентского бизнеса и можем еще дальше продолжать, то есть чего нету, промышленности еще раньше не стало. И тогда возникает такой вопрос, а на чем мы будем зарабатывать, тем более, что еврофонды фактически на этот семилетний период, они уже все рассвоены и распределены, пока там следующий получим, еще два года пойдет, как мы будем зарабатывать? Есть вообще представление, на ваш взгляд, у власти, как мы будем зарабатывать? К сожалению, я считаю, что нету ведения, нету ведения. Я сам лично и господин Немиро прочитал лекции, есть специальная лекция, так 45 минут, да, формат для политиков, что такое экономика, макроэкономика, да, для понимания процессов и всего остального. Вроде бы министр согласился, его бюро тоже согласились, да, то есть, но так по большому счету… Хорошо, что хоть захотели заслушать, это уже показать. Нет, надо отдать должное. Министра заинтересовало, он выслушал, он понял, да, но для того, чтобы это все протолкнуть, есть так называемый групповой маразм, да, то есть, в Сейме, кто громче кричит, тот прав, да, то есть, как бы, конформизм, мы не пойдем, есть популистические лозунги, да, то есть, думающих и способных понимать, освоить и двигаться, реально двигаться и принимать государственно правильные решения очень мало, потому что надо понимать, политик принимает политически правильные решения, но политически правильные решения и государственно правильные решения – это абсолютно разные решения. Поэтому я говорю, я марксист по сути, я придерживаюсь методики, битьё определяет сознание, только битьё, пока за последствия, которые их не политики, не будут реально наказаны, этот популизм, он будет продолжаться, потому что политику популизм удобнее, чем принятие реального. Он этим покупает голоса, условно говоря, и о последствиях не задумывается. Именно так. И поэтому я считаю, что наша система избирательная, она уродливая, потому что, ну возьмём реально, человек идёт голосовать, у него в списке партий в одном листе 100 депутатов. Скажи мне, какой нормальный человек, нормальный, даже очень продвинутый, может выбрать правильных депутатов. Поэтому я считаю, что… Нереально. Нереально. Поэтому 10 тысяч избирателей, один кандидат. И вот, пожалуйста, партии выдвигают своих кандидатов в округе из 10 тысяч, и там они уже между собой борются. Я могу выбрать лучшего. А у нас партии с трудом 200 человек набирает, это же о чём ты говоришь? И вообще для Латвии самая правильная модель была бы всенародно избранный президент, который идёт на выборы со своим кабинетом министров. То есть я голосую не просто за президента, обычно правящие сейчас вот кричат, не-не-не, президенту нельзя, какой-то клоун придёт, и будет президентом… Очень опасно, да. Опасно. Извините, давайте сделаем так. Вот президент, и он идёт уже с кабинетом министров. И мы голосуем не просто за президента, да, пусть он даже малоизвестен. Но если он собрал команду, я понимаю, и она будет работать 4 года, да, и мы через 4 года можем с него спросить. Вот, пожалуйста, исполнительный власть, да. Второе. Мы говорим, мажоритарная система. 10 тысяч избирателей, один депутат в Сейме, да. Но у меня тогда есть свой избиратель. Я, как избиратель, я знаю, к кому обратиться, да. За кого я голосовал? За кого я голосовал? Кто представляет мои интересы? Да, и через 4 года я с него… А сейчас кто представляет наши интересы? Все и никто, да. И спросить-то не с кого, да. Они друг на друга пальцами показывают, этот виноват, этот виноват, а что я, а мы там, а я… То есть, уродливая система. И третье должно быть, я считаю, что в условиях Латвии было бы правильно, что избирается всенародный судья. То есть, всенародно избирается судья, главный судья, который отвечает за то, что суды рассматривают по существу. Потому что, если мы смотрим, да, у нас уже настолько законотворчество, какое-то творчество уже достигло такого уровня, да, что тебе докажут, что черное-белое, а белое-черное, да. А по существу мы понимаем, что это уже маразм. Но 10 лет процесс будет длиться. Да, и длительность, и все. Вот, и пожалуйста, тогда мы говорим, разделенная исполнительная власть, мы понимаем, с кого спрашивают, мы понимаем законодательная власть, да, и мы понимаем судебная власть. И самое лучшее, да, нужна обратная связь. Вот, допустим, срок прошел, избираем следующего и даем оценку работе предыдущего. Если большинство говорит, он хорошо работал, даем ему премию. А если большинство говорит, плохо работал, слушай, ты сотворил брак, ты слуга народа, жил на наши деньги налогоплательщика, возвращай. Логично? Палка, пряник. Обратная связь. И пусть мне кто-то из нынешних политиков на дискуссии скажет, что так нельзя, что это неправильно. Вот придумайте аргументацию, что это плохая модель. Интересно. А вот если мы говорим о тоже не очень далекой от нашей стране, Украине, вы вчера, сегодня только вернулись из Киева, как раз вот накануне премьер-министр Украины заявил об отставке. С чем, на ваш взгляд, это вообще связано? И там вообще удалось ли Зеленскому какой-то, не знаю, порядок и, видимо, хотя бы вертикаль власти установить, потому что, ну, страна огромная? Да. Значит, причина отставки Гончарка. Гончарок подал в отставку, потому что в СМИ просочилась информация, где он критиковал Зеленского публично. Это недостойно, да, то есть я считаю, что это правильно, что он подал в отставку. Следующая просочилась дискуссия, где было показано, что по экономическим вопросам он абсолютно… Плавает. Плавает, полностью плавает. То есть, и понятно, что после этого он не имел права остаться. Отчасти у Зеленского, когда он пришел в класс, у него была проблема с кадрами. Логично. Логично. Человек никогда не был, это самое… Да, команды не было. Команды не было, да. То есть, то, что дали, то и поставил. По поводу Зеленского, скажу так, я сам ставил очень большие надежды на приход Зеленского. Я сам был международным наблюдателем, да, то есть за выборами, за всеми выборами. А вы надеетесь, что ему удастся хотя бы вот к миру привести ситуацию на том же Донбассе? Да, я считаю, что Зеленский сделал много, но как человек, ему не хватает жесткости. Украине, на Украине уже коррупция, да, то есть и уже эти кланы, которые выстрелили с бюрократов, чиновников, которые коррупционные схемы, да, они настолько спаяны, да, что ломать это очень сложно. Да, и просто простыми, обычными стандартными методами это тяжело. То есть, Порошенко никак с коррупцией не боролся, я так понял, да? Я даже больше уверен, что он ее просто взял под себя. А, понятно. То есть, это была организованная коррупция. Это было, в моем понимании, то, что я наблюдал и то, что я видел, это было организованное, под чутким руководством, да. В данном случае Зеленский старается. Могу отметить, что если раньше судья брали за положительные решения даже по беспределу взятки, да, то сейчас уже, если ты прав, то есть они уже отказываются от взяток и категорически отмахиваются. Это уже большой прогресс. Это уже большой прогресс. Другое дело, что рядовый обиватель это не видит. И среди населения есть определенное бурление и недовольство тем, что они ждали от Зеленского больше. На самом деле… Хотя не так уж много времени прошло, если будем… Нет, достаточно. Времени, я считаю, для хороших результатов. Другое дело, что у Зеленского есть все инструменты. И здесь нельзя… Да, впервые полное большинство парламенте. Пожалуйста. Полное. Соответственно, он получил мандат 75%. За него проголосовали, плюс у него контрольный пакет в парламенте, да. И все-таки генеральный прокурор его, да, то есть СБО его, Служба безопасности Украины, да. Аваков. 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 По поводу Авакова есть очень много дискуссий. Это была вынужденная фигура, без которой он не мог областись. Компромиссная, да. Компромиссная, потому что все-таки Аваков как министр внутренних дел и человек, который контролирует основные частные армии, да, то есть это реальная сила. Но в то же самое время Аваков тоже понимает, что он беспредельничать не может, да, поэтому есть какой-то паритет. Но то, что Гончарук подал отставку, я считаю, что это победа Зеленского, в хорошем смысле, да. Это недопустимо, что премьер позволяет так себе высказываться. Второе, это так же, как и в случае с ВВП, да, то есть это Душин, он показал своим подданным, да, что царь есть, да, и царь силен. И это правильно, потому что все-таки человек общественная скотина, да, то есть и государство. Будем называть вещи своими именами. В отличие от медведя, да, то есть мы социальное животное, да, которое подчиняется определенным правилам. Мы далеко от обезьяны и стадных животных никуда не ушли, то есть есть вожак, да, то есть если вожак слабый, и вожак допускает, да, то есть начинается смута, да, то есть раздор, да, то есть и борьба за власть. Поэтому тут без иллюзий, то есть порядок должен быть, орнунг, да, то есть, но другое дело, что царь должен быть не только жестким, но и справедливым, да. Если он просто справедливый, то есть рано или поздно будет бардак, если он просто жесткий, то есть он тиран, диктатор, опять-таки плохо. Вот нужно понимать, то есть Зеленский, он ориентирован на справедливость, жесткости только не хватает. Вот пока вы были в Киеве, в Рижской думе опять болели страсти, будете смеяться, но там уже двух вице-мэров вчера сняли. Да, видимо, еще через какое-то время, возможно, снимут и мэра Риги, все друг друга уволят. А что вообще делать в такой ситуации? С одной стороны, вроде законы избранная дума, с другой стороны, попытки господина Пуца уволить думу за вывоз мусора, который вывозится, ну, как-то тоже странно. Ну, в-третьих, мы видим, что происходит в самой Рижской думе, что вообще делать? Давай скажем так, я считаю, что Пуца надо посадить за ОИК, за то, что он говорил. А, многие забыли, да. Многие забыли, напомню. Когда он был, видимо, госсекретарем. Да, напомню, да. И вообще, если так, опять-таки о личной ответственности. Я вообще считаю, что территориальная реформа, которую они затеяли, да, надо дать должное господину Ялнупсу, да, очень талантливый политикальчик, да, то есть, как бы, все-таки худо-бедно он, в моем понимании, перекроил, решил перед выборами самоуправления перекроить карту, чтобы все переругались, да, то есть, чтобы старые схемы рушились, да, чтобы кто-то из правящих заняли какие-то позиции в самоуправлении, да, то есть, из-за того, крепиться на следующие выборы. Поэтому, с точки зрения рядового избирателя, это свинство, в моем понимании, за которое надо наказывать, потому что я не вижу ни одной нормальной, ну, нормальной, да, то есть, как бы, логичной цепочки, что надо делать. Самое лучшее, если мы говорим про территориальную реформу, вот в эфир говорю, Абик, самое правильное для Латвии, да, это мы говорим. Есть традиционные территории, Рига, Видзаме, Зэмгалатгалакурзаме, да, территориальные единицы, да, и отдельно надо еще выделить Перигу, экономически целесообразно. А самоуправление надо ставить, как они есть. И, соответственно, вот Курзаме, да, вот, пожалуйста, все самоуправления в Курзаме, да, то есть, из них формируется управление там, да, и они уже принимают школы, больницы, да, то есть, поддержание дорог, планирование. Вот то, что Пуца говорит, а почему этого нету? Потому что это им невыгодно, нету политического, поэтому я тебе говорю, он принимает политически выгодное себе решение. И снятие Рижской думы тоже фейк, что мешает? Возбудить уголовное дело, посадить виновных по это самое. Нет, видишь, тут же идет речь не о том, что наказать, да, разрушить и принять правильное, а убрать одних и самим сесть на это место. Борьба за кормушку. А я-то где? Я, вот, рядовой избиратель, ты мне принеси хорошее, правильное решение, где ты можешь четко обосновать. Популизм, очередной раз популизм. Вот если было бы лично ответственность, напортачил, нарисовал картинку розовую, да, то есть, не выполнил, торба, расстрел, повешение, сразу. Вот я могу сказать, если было бы примерно так, за популизм, вот избиратели 90% проголосовали на следующих выборах, что мы недовольны работой Сейма. Вывели всех и расстреляли. Поверь мне, на следующий день популизм бы закончился, популистов там же в туалете бы мочили, глаз бы набили, да, за то, что неправильно высказали. И поверь мне, все бы работали, сами работали, и других бы заставили. А пока не несем никакой ответственности, отчего? Это может быть такой радикальный взгляд. Но он очень правильный. Но вот возвращаясь к этому процессу выборов, видимо, внеочередные выборы в СССР, неизбежные. Вот на ваш взгляд, как вообще партии должны вести? Потому что есть много мнений на сей счет. Одни говорят, что надо очень много партий, надо объединиться, там сделать крупное объединение, 2-3 партии, уже неважно какая там идеология, там все смешалось. Другие говорят, что надо, как и раз, новые силы политические. Вот вы сторонник каких перемен вообще? Хорошо. Мое видение. Соответственно, инициатором распуска Рижской Думы является Коалиционный Совет. Коалиция. Ну, это мы понимаем. Будем называть вещи своими именами. Не один путь. Не один путь. Это коалиция приняла. И приняла с какой целью? То есть убрать оппозицию из Рижской Думы и готовиться к следующим выборам. То есть тут без иллюзии. Соответственно, они понимают, что они хотят занять это место. Соответственно, есть коалиция, а есть оппозиция. И здесь, понятно, делятся избиратели. В моем представлении. Те, которые латвийские оппозиционные партии должны объединиться и выдвинуть хороший список в Ригу. Латвийские. Соответственно, мне очень это не нравится, но, к сожалению, у нас разделение избирателей есть. Есть избиратель согласия, да, то есть как бы и те, которые откололись от согласия, они не будут за латвийские партии голосовать. Ну, как ты не крути, вот наши, у нас политики сделали все, чтобы избиратель был расколот. Соответственно, они тоже должны быть. Вот есть согласие, да, и есть другие русскоязычные избиратели, которые вот будут голосовать за каких-то своих. Если будет правильно выстроено это все, да, я, допустим, сам считаю, что региональное объединение, да, то есть должно идти вместе с зелеными крестьянами. В моем представлении. Потому что они обе региональные партии. Да. Они обе понимают тупизну, да, и беспредел. Там ничего делить. Региональные реформы, да, они должны быть союзниками. Да, точно. Я абсолютно не согласен со Смилтонсом, да. Это отдельная тема, которую, я думаю, в какой-то момент партия будет обсуждать. Потому что у меня создаётся впечатление, что господин Смилтонс подыгрывает коалиции, да, то есть, опять-таки, коалиции, да, из которой он сам, кстати, и вышел. Допустим, русскоязычные партии, которые не в согласии, они тоже должны объединиться для того, чтобы не было раздробленности. Да, сейчас коалиционный совет будет делать всё возможное, чтобы как можно расколоть, да, и чтобы занять место в Рижской думе. Сказать, что будет лучше, сомневаюсь. И мне достаточно посмотреть на то, что происходит в правительстве, какие решения принимаются. Поэтому я считаю, что для ужесточения конкурентной борьбы должны быть политические конкурентные борьбы, да. Нужна оппозиция, крепкая оппозиция. Поэтому объединяемся, да, то есть, делаем, думаем, призываю. Да. Наверное, успеем принять звонок. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. У вас сегодня такой классный гость, с которым интересно говорить на радикальные темы. Вот у меня к вашему гостю такое предложение. Как вы считаете, правильно было бы запретить всем депутатам Рижской думы нынешнего созыва участвовать в новых выборах. Так как ни один из них, из 100 человек, из 60 человек, проявил никакой воли без того, чтобы оставаться в работе. Значит, и мне нечего делать. Они только будут стрекать новые составы, но пусть отдыхают. Как вы считаете? Спасибо. Да, я считаю, что если предыдущий созыв распущен, да, то есть, они не имеют права участвовать. Я, кстати, публично высказывался, что, допустим, если распускается Сейм, да, то предыдущие депутаты Сейма тоже не имеют права участвовать. Чтобы не было повтора, как было в случае, когда Заттлерс распустил, да, а фактически в Сейм попали те же самые. Если высказано недоверие, все, берем, и тогда они больше будут дрожать за свои места, и это было бы логично и правильно. Спасибо большое. Вот, может быть, такой вопрос последний в завершении. Вот на ваш взгляд, пойдут ли сами политики хотя бы на такие, ну, не знаю, я бы сказал, половинчатые решения, что я имею в виду, ну, перейти со временем на такую смешанную систему, где половина избирается, как сейчас, по партийным спискам, не все составы, а половина Сейма, а половина по одномандатным округам. Ну, хотя бы, чтобы с чего-то начать. Как вы думаете, на это мы можем их сподвигнуть? Потому что в вопросе народного выбора президента уже 20 лет не решается под разными указами. Напомню, что надо дать должное господину Вейвенесу, который поднял и объявил, что надо, да, и как его быстро приструнили. Добровольно они на это не пойдут. Почему? Потому что для политик самая главная власть. И уступка любой власти для них, ну, только под реальные угрозы, только под реальные угрозы. То есть здесь, да, что они пойдут... Добровольно, значит, по поводу добровольности забыли. А вы верите, вот такой последний, может быть, вопрос, вы верите в то, что удастся собрать необходимое количество подписей для референдума по распуску Сейма? Я почему спрашиваю, может, сначала там порыв такой был, там 40 тысяч собрали за короткое время, и все. И там застопорилось весь этот процесс. Вот если мы сейчас разберем вот эту ситуацию, понятно, народ почувствовал, да, и первый момент была тяга, да. То есть те, которые были недовольны, они сразу проголосовали. То есть мы видим, что реально двинулось 40 с лишним тысяч людей, которые сказали, да, немало, немало, немало. И одна из причин, почему люди остановились, это потому что, ну, хорошо, но мы распустим, но придут те же самые. Если был бы пункт, да, и пункт, что если мы распустили, они уже не имеют права избираться. Вот тогда, я думаю, что голоса бы собирались побыстрее и получше, да. И второе, ждем очередных чудес от политиков. Посмотрим, что они начудят в апреле с налоговой реформы, посмотрим, наступят очередные, наступят на очередные грабли, то есть народ еще. А время еще есть там для сбора подписей. Есть одна вещь, допустим, когда Каринч говорит, нам деньги некуда девать, да, но он промолчал, что очень много денег, они увеличили внешний долг, да. И в тот момент, когда нам в нашу песочницу, которая называется Латвия, да, то есть деньги больше не будут падать, евро деньги, да. А импорт у нас доминирует, да, плюс у нас продолжает действовать денежный насос, да, то есть мы и скандинавам отдаем за чудеса, которые за жирные годы, да. Плюс у нас внешний долг, где мы процент уже не можем гасить. В тот момент, когда нам не дадут внешний заем, когда нам не дадут больше евро денег, да, и когда мы останемся на том, что есть, да. Плюс мы еще убиваем ту базу экономики, которая генерирует какие-то деньги, то есть мы ее сокращаем, да, тупо сокращаем. И в этот момент, когда будет поставлен перед фактом, а денег нет ни на пенсии, ни чиновникам, ни прокурорам, ни судьям, ни армии, ни полиции, вот в этот момент. И этот момент не за горами, то есть и кризис, следующий финансовый кризис, это может спровоцировать. И вот тогда я могу сказать, у нас вся власть принадлежит Сейму, а конкретно Коалиционному Совету. И если трибуналы, да, вот все, кто участвовали в принятии решений, да, это не такое уж большое количество людей. Это мы говорим о 100-200 человек. И если будут говорить, эти виноваты, эти виноваты, нет. Абик, у тебя есть возможность повлиять на решение правительства? Только постучаться и порекомендовать. А реально кто принимал решение? Коалиционные Советы, правящие. А их не так уж и много было за 30 лет. Как мы из страны, у которой не было внешнего долга, у которого была хорошая позиция, да, где была индустриальная страна, мощная страна, в принципе, с точки зрения позиции у нас для роста были феноменальные. Как убили, как угробили, не кто-то, они, лично они. То есть, это пофамильно можно пройти. Арнольд Бабрис у нас был в студии. Спасибо большое. Спасибо.